Устойчивое развитие. В городе на Березине прошел выездной семинар-практикум. Всем структурам, заинтересованным, не стыдно представить город. Где побывали участники. Берегите детей. В Бобруйске произошло ДТП с участием велосипедиста. Не оставлять детей без присмотра. Куда мчался железный конь. Музыкальная встреча. В парке культуры и отдыха прошел конкурс гармонистов. В этом году участвовало 13 человек. Как звучит талант. А также информационная политика, весомый товарооборот и антисписок. Дополнен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, на что наложено эмбарго. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Во Дворце независимости обсудили актуальные вопросы информационной политики. Среди участников важного диалога тем, от кого зависит идеологическая составляющая и качество информационного поля Беларуси. Заместитель главы администрации президента, министр информации, пресс-секретарь главы государства и председатель Белтелерадиокомпании. Одна из основных тем для обсуждения – предстоящая электоральная кампания. Я, конечно, благодарен всем вам, что вы берете самые актуальные темы нашей жизни и меня там порой неплохо показываете. Спасибо, конечно, но нам предстоит в эту предвыборную кампанию показать, чего мы достигли за это время. И нам опять не надо кого-то за уши сюда тянуть. Есть что показать людям. Да, у нас есть немало недостатков, ну что поделать, у всех они есть, но сделано немало, и надо это людям показать. А люди пусть уже определяют, что им делать и кого выбирать. Поэтому очень важен вопрос подготовки средств массовой информации к предвыборной этой кампании, что мы людям предложим. Ввалиться в пользу действующего президента, если он будет кандидатом, нам тоже это не надо. Спокойно надо показать то, что есть. В центре внимания и запуск нового информационного телеканала. Интерактивное вещание будет организовано в круглосуточном режиме. В президентских выборах это станет еще одним достоверным рупором политики страны. В Бобруйске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. На перекрестке улиц Советской и Володарского водитель «Ровер» сбил подростка на велосипеде. По словам очевидцев, пострадавшего забрала бригада скорой помощи для осмотра. На месте работали сотрудники ГАИ. Среди основных причин ДТП с участием детей – игнорирование сигналов светофора, переход дороги в неположенных местах, игры на проезжей части дворовых территорий. Госавтоинспекция призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи дороги. Не допускайте, чтобы несовершеннолетние, не достигшие 14-летнего возраста, самостоятельно передвигались на велосипедах и средствах персональной мобильности по проезжей части дороги. Напомним, по 5 сентября в стране проходят специальные комплексные мероприятия МВД «Внимание, дети!». В светлое время суток транспортные средства должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Профилактическая акция призвана повысить уровень ответственности родителей и водителей, привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности. Транспортная линия, одно окно и школьный апгрейд. В новом учебном году в учреждениях общего среднего образования появится 73 новых учебника, какой ждут больше всего. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Товарооборот с Россией за полугодие превысил 25 миллиардов долларов. Прерастает как наш экспорт в соседнюю страну, так и к нам. Ориентир превзойти показатели прошлого года. Много предприятий работают на поставке. В числе партнеров – флагманы машиностроительной отрасли. В новом учебном году в учреждениях общего среднего образования появится 73 новых учебника. Уже издано 32 пособия. Еще 10 будут готовы до 1 сентября. Остальные – в первые месяцы учебы, в основном это вторые части изданий. Одна из новинок – история Беларуси в контексте всемирной истории. Этот учебник в прошлом году прошел апробацию в 14 школах Беларуси, получив высокую оценку педагогов-практиков. Дополнен перечень товаров, запрещенных к возу и реализации на территории Беларуси. В новый список попала продукция бумажной и химической промышленности, включая полиэтилен, шинные изделия, бумагу и картон, происходящие из недружественных стран. В Совмине отметили подобное решение – ответная мера на принятые Евросоюзом расширение санкций в отношении нашей страны. Более 3,5 тысяч транспортных средств ожидают въезда в ЕС. Самый загруженный маршрут проходит через польский Тересполь. Его сотрудники за 24 часа приняли на свою территорию 32% машин от нормы. Непростая ситуация и на литовском направлении. Там простаивают более 2,5 тысяч фур. Министерство юстиции разработало интерактивную карту службы «Одно окно». Новшество представлено в виде карты Беларуси, на которой указано расположение служб в каждом регионе. При наведении и нажатии курсора на изображение можно ознакомиться с краткой информацией. Например, указанный адрес, режим работы, сайт местного исполнительного и распорядительного органа. Обмен опытом. В городе прошел выездной республиканский семинар-практикум «Технологии управления общественным здоровьем в реализации национальной стратегии устойчивого развития на примере Бобруйска». Вместе с участниками в тему погрузился Роман Костюков. Семинар в Бобруйске собирает медиков из большинства регионов страны. Значимость события подчеркивают и почетные гости. Заместитель председателя Бобруйского горосполкома, главный государственный санитарный врач Могилевской области, официальный представитель ВОЗ в Беларуси и многие другие. Главная задача – рассмотреть преимущества города на Березине, обменяться опытом. Сегодня городским властям, всем структурам заинтересованным не стыдно представить город Бобруйск. Самое главное – создан межведомственный совет, который курируется руководством горосполкома. Все эти структуры вносят свой посильный вклад для развития города, для достижения целей. Первая площадка для диалога – Зональный центр гигиены и эпидемиологии. Здесь участников приветствуют представители городской власти, самого учреждения, почетные гости семинара. У нас, медицинских работников, обмен опытом – это колоссальное значение имеет, потому что мы можем смотреть, какие передовые технологии есть у вас. Мы делимся своими впечатлениями, мы делимся своими передовыми опытами, и таким образом мы помогаем друг другу расти, развиваться. Ну и, соответственно, конечно же, это все мы делаем для улучшения качества жизни нашего населения. Основная локация – третья городская поликлиника. Здесь участникам демонстрируют практическое взаимодействие с различными слоями населения. Помимо наглядного примера – обсуждение интересующих вопросов с заведующей. В программе семинара также экскурсия по инфраструктуре здорового градостроительства. В частности, посещение аллеи возле 35-й школы с демонстрацией спортивных условий. Я сегодня хочу сказать спасибо и в целом жителям Бобруйского региона, города Бобруйска, за активный отклик на те предложения, которые дает власть районной города, которая дает систему здравоохранения. И сегодня мы можем говорить, что быть здоровым – это модно. Как это сделать, мы расскажем, мы покажем. И в целом вот такая вот системная работа и даст то, к чему мы стремимся, даст устойчивое развитие. Со слов гостей города на Березине, Бобруйск обладает определенными преимуществами, новаторскими идеями, методами в области профилактики и реализации идей в целях устойчивого развития. С проведением подобных семинаров бобруйский опыт можно перенять в другие регионы страны. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В спорте слабых не бывает. Дюсыш номер 4 проводит день открытых дверей. Волейбол, баскетбол, гандбол – основные направления для будущих чемпионов. Занятия проходят в оснащенных комплексах на Октябрьской 119А и Ульяновской 35-31. Набор детей от 7 лет. Тренировки проводятся на безвозмездной основе. Родителям и детям это огромное подспорье в собственном развитии, интеллектуальном, физическом. Приглашаем всех желающих принять участие, ознакомиться с нашими видами спорта. Возможно, кто-то изъявит желание в дальнейшем связать свою судьбу. День открытых дверей пройдет 30 августа в 10 часов. А ориентир – искусственные спортивные площадки рядом с Дворцом искусств. Звучание таланта. В городском парке культуры и отдыха прошел конкурс «Играй гармонь». Среди участников – музыкальные встречи, любители, исполнители народных песен. Жюри выбирало победителей в двух номинациях – солист-вокалист, лучший гармонист. Главные критерии оценки – мастерство, образ, эмоциональность, артистизм и оригинальность репертуара. В городском парке культуры и отдыха города Бобруйска ежегодно проходит конкурс «Играй гармонь». В этом году участвовало 13 человек в двух номинациях – лучший гармонист и солист-вокалист. Победителем номинации «Лучший гармонист» стал Гриневич Федор Станиславович, а победителем солистов-вокалистов стала Щедрина Галина Владимировна. Музыкальное событие собрало людей старшего поколения. Для них это прекрасная возможность пообщаться и вместе исполнить дорогие сердцу народные композиции. Новый виток гибридной войны. Новость об аресте сооснователя мессенджера «Телеграмм» возглавила ленты мировых новостей. Так что же стоит за арестом Павла Дурова? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА